Поехали. Первый способ. Итак, давайте. Вот это был нулевой способ. Это при помощи первого способа. Потом, если будет время, мы, конечно, должны будем все это сделать, все это выяснить, но вот пока что для нас это запрещенный прием, потому что мы еще пока не знаем. А вот прием не запрещенный. Господа, мы неизвестно откуда, мы же умные, правда? Догадались, что ответ это единица, деленная на корень из трех. Поняли идею? Ну, просто, ну, почему? Просто подумали, подумали, да? Ну, почему нет? Да, да, потому что об этом, да, интуитивно скажем. И смотрите, что в таком случае можно догадаться сделать. В качестве икса взять величину 1 разделить на корень из трех, внимание, плюс какая-то новая величина х. Идею поняли? Я сейчас вот нашу эту функцию х умножить на 1 минус х квадрат. Прямо-таки запишу. Значит, функция наша х минус х квадрат. Это есть. 1 разделить на корень из трех. Вот сейчас, пожалуйста, не пропускайте, что называется, букву в букву и все это перепислить. Поехали. 1 разделить на корень из трех плюс у минус. В кубе 1 разделить на корень из трех. Это 1 делить на 3 корень из трех. Потому что корень из трех квадрата это, понятно, не пропускайте. Вот. Замечательно. Дальше. Дальше. Минус 3 разделить на корень из трех квадрата. А, 3 разделить на корень из трех квадрата это же вообще-то будет единица, да. Просто будет минус у минус 3 у квадрата делить на корень из трех. Это минус корень из трех у квадрата. И минус у куб. Отлично. У исчезает. И у меня получается такое забавное выражение. Смотрите, здесь одна треть, поэтому реально получается. 2 разделить на 3 корни из 3. Дальше минус у квадрат и минус у куб. Так, очень интересно, что это за выражение. Минус, правда, у квадрат умножается на корни из 3. Я скажу, минус у квадрат как бы из 3 и минус у куб. Что это за выражение, положительное или отрицательное? Давайте смотреть. У квадрат корни из 3 плюс у куб. Это у квадрат. А у квадрат выражение безусловное, положительное. Умножить на корень из 3 плюс у. Теперь давайте выяснять, насколько большим или насколько маленьким может быть у. Смотрите. Х пробегало значение от 0 до 1. Значит, напоминаю. Х было число положительное и меньше единицы. У получается из х вычитанием единицы делить на корень из 3. Поэтому у больше, чем минус 1 делить на корень из 3. И меньше, чем 1 минус 1 делить на корень из 3. Замечательно. Прибавляешь корень из 3, получаешь корень из 3 плюс у. Он, смотрите, господа, он от 2 делить на 3 корень из 3 до 1 плюс 2 делить на 3 корень из 3. Это положительное число. На самом деле, даже меньше, чем мне интересно. Мне важно, что это всегда больше нуля. Этот множитель всегда положительный. Этот множитель не отрицательный. Значит, вот эта штука у меня наоборот отрицательная. Ну, в смысле, меньше или равно нуля. Значит, у меня получается такое неравенство. Меньше или равно, чем 2 разделить на 3 корень из 3. Ребята, это очень важная простая идея. Если вы, не важно из каких соображений, догадываетесь, что ответ будет в такой-то точке, совершенно не важно, как вы это посчитали. Но если вы догадываетесь, что ответ будет в этой точке, то вы можете совершать вот такого рода замену перемен. Уверяю вас, этот прием работает не только в этой задаче. Это просто, естественный, общий прием. Так, идею поняли? Идею поняли. Теперь давайте думать, а, собственно, какая форма у этой почки, если у нас получилось, что х это 1 разделить на корень из 3. Так, кстати, что х это h делить на d. Значит, h это у нас будет d разделить на корень из 3. Отлично. А что такое у нас будет r? r получается так. Нужно взять d в квадрате и вычесть вот это. Получится у нас с вами 2 третьих. Значит, получится у нас 2 третьих. Значит, получится, что 2r в квадрате, это есть d в квадрате минус d в квадрате на 3. То есть 2 третьих d в квадрате. У меня ответ получается, что это некрасивый. То есть, получается, что величина r, она какая-то, извините, не связанная с величиной h. То есть, в одном случае, d разделить на корень из 3, а в другом случае, тут лишь корень, когда извлечешь, будет какой-то ужас. Ну, впрочем, я этот ужас все равно могу написать. 2r это корень из 2 разделить на корень из 3, можно сказать. То есть, на самом деле, r это d разделить на корень из 6. Так вот, ребята, Кеплер был достаточно разумный человек. Для того, чтобы, конечно, не оставлять ответы в документе. Он понял простую вещь, что когда у вас есть цилиндр, то можно мысленно заменить его на пролилипид. Давайте объясняем. Вот есть у вас окружность радиуса r. Ребята, можно взять и вписать в нее квадрат. Давайте посмотрим. Если у нас здесь r, здесь у нас будет тоже r. Сколько будет здесь? r корень из 2, правда? Замечательно. А давайте-ка посмотрим, что такое r умножить на корень из 2. Это d, деленное на корень из 3. А теперь все поняли, что такое австрийская ручка? Или нет? Здесь тоже d, делить на корень из 3. Это кубик, да? Вот если вы вместо круга в основании этой бочки посмотрите на квадрат, который вписан в этот круг, то сторона квадрата такая же, как h. Значит, если посмотреть на всю вот эту конструкцию, то это 2 кубика. Значит, конструкция очень простая. Берете к нему, пристраиваете второй куб и превращаете это в ручку. Поняли, да? Вот это и называется австрийская ручка. Вот этот отрезок оказывается в точности равен точнее h. А именно, d разделить на куринство. Хорошо.